Здравствуйте, дорогие розоводы и любители цветов! Это я, Наталья, и мой канал Розовые Грёзы. Сегодняшнее видео посвящено, как неправильно и нельзя обрезать розу. Вот сейчас вы видите розу, чайно-гибридную. Эта роза растёт возле дорожки пешеходной зоны, где мы ходим в магазин, в общественном месте, можно так сказать. Хозяева посадили её лет пять назад. Я наблюдаю за этой розой уже, как она растёт, цветёт. Это одна роза. Вот у них вторая роза плетистая. Это всё чайно-гибридные розы. Посмотрите. Это всё чайно-гибридная роза. И третья. Я наблюдаю за этими розами уже почти пять лет. Первые два-три года, вот это видно с этих роз, срезано. Сейчас я попробую черенки нарезать. Роза очень красивая. Особенно вот эта первая мне нравится тем, что она розового цвета и с таким сильным-сильным ароматом. Я ещё пару лет назад срезала черенки, посадила. У меня где-то она растёт. Значит, смотрите, что середина вся... Посмотрите, что делается. Середина вся загущена, но роза себя ещё чувствует хорошо. Вот у неё идут зелёные есть всё-таки. Хоть что-то зелёное выходит, хоть что-то. Но если вы так вот точно так же будете обрезать свою розу, она у вас через два-три года обязательно засохнет. Я не думаю, что хозяева её поливают. Я не думаю, что хозяева её подкармивают или обрабатывают от насекомых и вредителей. Этого не происходит. Вот у них ещё одна чайно-гибридная. Тоже видно. То, что посажено неправильно, это понятно. Почка наверху. Но это не страшно. Если розу правильно обрезать, то она будет жить даже с незаглубленной почкой очень и очень долго. Смотрите, в середине вот видно, вот видно, вот ветка. Вон середина ветка. Вот, они уже все старые, им лет пять, если не больше. Молодых у этой розы именно. Я не вижу, чтобы, ну, две-три за прошлый год, то, что наросло и всё. Вот я же и говорю, ещё пара лет, два-три года, и всё, и розы этой не будет. И вот она, третья роза. Посмотрите, какой шиповник. Огромный просто, срезанный. Гляньте, вот по сравнению с моей рукой, огромный шиповник. Видно, она и летом. Я-то не особо часто здесь хожу, но, скорее всего, она и летом даже не обрезается, не убираются увядшие цветки. Не скажу, что она мёртвая, нет. Вот они и почечки уже напухают, идут. Ну, такое впечатление, как будто бы кто-то взял и бензопилой, жих, и прошёлся. И в середине, вот старые все, вот засохшие, вижу. Вы поняли, что если вы не будете следить за розой, если вы не будете правильно её обрезать, вот она, несчастная, очень красивая, то она у вас, ну, проживёт лет семь, всё, и потом она заглохнет и засохнет, потому что нужно обязательно омолаживать. Каждые три-четыре года надо менять ветки на молодые, оставлять и молодых, и средних лет. Три, ну, как бы сказать, трёхсезонные ветки надо оставлять. Молодые, прошлый год, позапрошлый год. И так каждый год чередовать, чередовать, чередовать их. Вот эта куча веток. Сейчас я попытаюсь нарезать себе черенков. Не знаю, конечно, это ужас. Я когда прошла, увидела, как её обрезала, я была просто в шоке. Несчастная, несчастная роза. Кусочек покажу. У них плетистая над домом. Вот только кусочек покажу. Больше не буду, потому что всё-таки частная собственность. Та, я даже не представляю, как они туда полезут и как они её будут обрезать. На этом пока всё. Всего хорошего. До свидания. Рано попрощалась. Хочу показать. Вот это срезы вот с этой розы. Видите? Вот это всё, что срезали с этой розы. И выбрать здесь мини-черенков не из чего. Потому что я вижу здесь такие тонюсенькие веточки. Очень тоненькие, очень слабенькие. В прошлом году она цвела, да, эта роза. И та, и та, и все три цвели. Но они были на очень тоненьких веточках. Цветочки маленькие. Несчастная, несчастная роза. Очень даже несчастная. А теперь уже точно всем спасибо и до свидания. Опять я рано с вами попрощалась. Хочу показать. Вот из этой всей массы, вот из этой всей массы обрезок, вот я сколько нарезала чебучков. Сейчас я приду домой. Я их обязательно корневинчиком, обязательно посажу отдельно от всех, подпишу, откуда эта роза. Потому что она здесь не обрабатывалась ни разу в жизни. И, скорее всего, все больные. И придется даже, как пойдет первая поросль, розу обрабатывать и их тоже. Но теперь всего хорошего и до свидания. Продолжение следует...